Приморский сафари-парк Я думаю, все об истории этой дружбы слышали и знают. Дружба этих двух животных прославила Приморский край на весь мир зимой 2016 года. За дружбой тигра и козла следили из более ста стран мира. Целый месяц велась прямая трансляция по веб-камерам из парка Амура и Тимура. Федеральный канал 1 января 2016 года весь день транслировал в прямом эфире Тигра Амура и Тимура на всю страну. Приморский сафари-парк построен на средства от продажи билеты посетителям. Все средства вкладывались в развитие. Государственного финансирования у сафари-парка не было. Богатых спонсоров тоже не было. Подмосковный сафари-парк будет развиваться также с помощью посетителей. Вас, дорогие друзья! Открытие парка Тигров в сафари-парке – результат пятилетней работы огромного количества людей. Главное направление развития подмосковного сафари-парка – это показ животных России как в природе. В настоящее время в подмосковном сафари-парке работает 10 сотрудников, в том числе 5 человек с профильным образованием – биологическим и ветеринарным. И сейчас для приветственного слова мы приглашаем генерального директора Приморского и подмосковного сафари-парка Мезенцева Дмитрия Николаевича. Бурные аплодисменты, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Много дней было в лесу. Мои фотографии тигров публиковали за границей, занимали первые местные конкурсы, когда еще не было фотокапканов. И, значит, в том, что переструйка. Просили иностранных туристов показать тигров в природе. Вот я им пытался показывать в природе. Это трудно, но в два раза больше возле. И, значит, за мечта показать тигров гарантированно, как в природе красиво. Эти 20 лет занимался созданием сафари-парка Приморского. У меня не было денег, ни копейки. Я, значит, сам был директор, строитель, охранник. Все помогало немножко. В первую зиму я вот ночевал там в избушке пить печки. Вот это все было жестко. И я этот тот парк поднял без одного прибита, представляю. За счет чего? За счет всего показа. Потом, когда приехали журналисты, показали. Знаете, от меня стали чиновники. А сначала, конечно, до видимости. Потому что у меня не было ни ветеринара, ничего не было абсолютно. Один директор, то есть сумасшедший, и все. Вот, файл-парк Приморский, значит, у нас работает давно. 16-й годов, он известен. Его внести в список. И у нас больше в зоопарках мира. В автарском году уже валовый свет. За счет зрительства показа. Ну и вот, здесь, в Московской области, я решил тоже сделать красивый ПК-шпиграх и других животных в России. Я тут занимаюсь практически 5 лет, как я здесь прожил практически 10 дней, значит. Мой бюджет личный составлял 13 тысяч рублей в месяц. То есть я не материалист, я есть средства Солина, мне много не надо. И все средства тратятся в развитии. То есть я единственный архитект, хозяин организации Московской области. Владелец парка Приморского и подмосковного. Но у меня самая маленькая зарплата, она не нужна большая. Я больше всего работаю, как я делаю, как я делаю. Это делается не ради прибыли. Это делается ради следовательства. Чтобы красивый показатель животных, сделать людям, показать, вот как она у нас на воде. Я видел, как животных в лесу много всех. Но я хочу показать людям красивое. Не как у зоопарки. Ну, их не строили, строили, конечно, строили. Поэтому, пойдемте, посмотрим, что получилось. Ну, получилось хорошо. Я надеюсь, вам понравится. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все это делается под природу. Чтобы человек не видел красивое животное, красивые деревья и ограду не заметил. Хотя тут даже электроскородие. Тут не нужно. Но, вот он есть. Как-то ко мне в Монск в Сафари-парк приезжал один сотрудник иностранец. Он занимается конференцией по Сафари-паркам. Когда он поставил мой парк леопардов, он говорит, так в мире никто не делает крепко. Сколько медалей никто не хватает. Все проще. У вас, говорит, можно все равно удержать, никто не вылезет. Ну, мы делаем все на крепко, надежно. Поэтому, ну, здесь так. Вот в Сафари-парк нужно делать еще лучше. Поэтому здесь еще лучше, чтобы к нему с Грагерта началось. Один большой, который такой спокойный, значит, такой, как вот Амурна. А второй малыш, он детский, такой главный. Он даже притесняет того большого. Большой его тяпи. У него характерный Тимур, это, ладно. Я думаю, дочерь, давайте называем Амур-Тимур. Вот поэтому большой. Амур называется Маленький Тимур. Ой, какие. Ой, Игрен. Ой, какая прелесть. Игрен. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok